Приветствую вас дорогие зрители, чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Спустя несколько дней после громкого скандала на ТВ, когда Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина геем, который женился на пожилой женщине ради собственной выгоды, шоу-бизнес словно затаился. Примадонна с мужем молчат, хотя в последнем время юморист то и дело публиковал в соцсетях видеообращения из Израиля. В их поддержку высказались разве что звездный адвокат Катя Гордон да Лайма Вайкуля, которые не постеснялись в выражениях. Так, например, последняя назвала откровение Симоньянка Мариными укусами и заверила, что Алла и Максим – абсолютно счастливая и гармоничная пара, не обращающая внимания на домыслы. Кроме того, короткий пост в соцсетях опубликовал Игорь Николаев, которого с Аллой Борисовной связывает многолетняя дружба и почти родственные отношения. Николаев, крестный отец младшей дочери певицы Лизы Галкиной. «Наша семья вас любит и с нетерпением ждет встречи», написал музыкант. Молчание остальных артистов из тусовки Пугачевой, Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Александра Буйнова, Владимира Преснякова и многих других в соцсетях не осталось незамеченным. Поэтому, встретив Преснякова-младшего на объявлении номинанта в премии РУ-ТВ, сайт КП.РУ прямо поинтересовался, поддерживает ли артист бывшую тещу в этой непростой ситуации. «Конечно», – заверил певец, хотя и обмолвился, что с Аллой Борисовной они общаются редко. «Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности. Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред». Дорогие друзья, как бы вы ни глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше. Напомним, несколько дней назад в эфире ток-шоу вечер с Владимиром Соловьевым, глава телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сделала резкое заявление в адрес Максима Галкина. По ее словам, шоумен ничего не понимает ни в геополитике, ни вообще в патриотизме, но позволяет себе критиковать спецоперацию на Украине. Рассуждая о Галкине, медиа-менеджер вышла из себя. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь. Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качество этого человека. Обличительно заявила руководитель Арти. И ты вот такой человек лживый-перелживый, печать ставить негде, позволяешь себе мою родину обливать помоями, не имея ни малейшего представления вообще ни о чем. Поэтому я в конце концов решила позволить себе говорить правду про них про всех. Между тем о своей ориентации и подозрениях в гомосексуализме Максим Галкин сам говорил пару лет назад в одном из интервью. Юморист признался, что такие слухи преследуют его со студенческой скамьи, хотя он ни разу не дал повода для подобных домыслов. А также напишите комментарий. До встречи!